Доброго времени суток, друзья! Вы находитесь на канале Девайс, и сейчас я с вами рассмотрю интересную сборку игрового ПК с видеокартой RTX 3060. Цены на игровые карточки медленно, но верно ползут вниз. Прилавки магазинов медленно заполняются ассортиментом, дефицит идет на спад. Не будем терять время, пока есть возможность собрать себе достойную геймерскую машину и немного сэкономить. RTX 3060 без проблем справляется с любыми современными проектами на максимальных настройках и будет актуальной как минимум 2-3 года. Как обычно, в конце видео вас ждут реальные тесты в играх и сравнение двух вариантов сборки на процессоре AMD и Intel. Обязательно досмотрите ролик до конца, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал и кликнуть на колокольчик, если еще этого не сделали. В описании по традиции будут опубликованы ссылки на все комплектующие. Начнем. Для начала рассмотрим вариант сборки на базе материнской платы Asus Rockstrix X570E Gaming на базе чипсета от AMD. Начнем с того, что эта материнка выделяется своим дерзким дизайном с красивой подсветкой и возможностью подключения RGB-ленты. Количество всевозможных разъемов также впечатляет, а порты Type-C поддерживают быструю зарядку. Слоты M.2 для подключения SSD получили собственные съемные радиаторы. Имеется функция холодной прошивки, то есть не подключая стальную периферию через специальный USB-разъем на задней панели можно обновить BIOS. Несмотря на выход больше двух лет назад, данная материнская плата до сих пор более чем актуальна. Несмотря на приставку ROG, подчеркивающую некую премиальность, модель относится к среднебюджетному сегменту. Конечно же можно найти альтернативы на этом чипсете в два раза дешевле, но ведь я собираю игровую машину и хочется получить максимум комфорта. К тому же за два года цена на плату успела снизиться и ее вполне можно выцепить за сумму дешевле 25 тысяч рублей. Самое время перейти в наш телеграм-канал, где я всегда публикую актуальные рейтинги, обзоры, подборки и сравнение комплектующих, а подписчикам открывается доступ к эксклюзивным материалам. Ссылочка, как обычно, в описании, кликайте и подписывайтесь. Вычислительным центром нашей сборки стал Ryzen 5 5600X, вышедший в конце прошлого года. Архитектура Zen 3 по сравнению с предыдущим поколением увеличила производительность на 19% по заявлению AMD, что дает и аналогичный прирост в 3D-рендеринге и соответственно в играх. Максимальная тактовая частота в турбо-режиме выросла до 4,6 ГГц, объем кэша третьего уровня больше не делится между двумя кристаллами по 16 мегабайта, а представляет единое целое объемом 32 мегабайта, что дает каждому ядру полноценный доступ к ней и влияет положительно в целом на скорость работы системы. Использовать я буду OEM-версию, хоть AMD и заявляет, что боксовый кулер справляется со своей задачей, хотя по факту при серьезных нагрузках он начинает сбрасывать частоту, поэтому придется раскошелиться на нормальный башенный кулер. В интеловской сборке я поставил еще одну материнку от ASUS из линейки ROG Strix на чипсете Z590. По характеристикам платы во многом похожи, поддержка аудиосистемы 7.1, 2.5 гигабитный Ethernet, порт, множество разъемов на задней панели, 128 гигабайт на максимальный объем оперативки. Но в отличие от варианта на чипсете от AMD, здесь отсутствует поддержка технологии SLI и Crossfire, что впрочем не сильно расстраивает, так как RTX 3060 с этими технологиями не дружат. Зато по интерфейсам M.2 ребята из ASUS не поскупились. Их здесь аж 4 штуки и каждый со своим радиатором. Дизайн аналогичен материнке на AMD, в комплекте появилась Wi-Fi антенна, что и дало соответствующую приставку в названии. Мелочь, но приятно. В сравнении с флагманской E-версией, F проигрывает в количестве интерфейсов, поддержки SLI Crossfire, но выигрывает в цене порядка 4000 рублей. В качестве процессора от синих был выбран i5-11600K. Снова выбираем OEM исполнение, благо башенный кулер у нас уже заготовлен. Интеловские камни по традиции проигрывают AMD-шным в производительности в графических приложениях, но вот сравнить их в играх будет куда интереснее. Отметим наличие интегрированной графики, хоть она нам и не понадобится. Достаточно высокий показатель тепловыделения 95 Вт и наличие индекса K в названии, а значит процессор можно разгонять. Правда, для этого понадобится дорогая система охлаждения, а увеличение энергопотребления потребует более мощного блока питания. Впрочем, для меня, обычного геймера, стоковой производительности с лихвой хватит для любых вертушек на ультра-настройках. Охлаждать наши камни будет кулер от Deepcool GEMMAX 400EX. Отличный вариант для комфортного гейминга с низким уровнем шума, обороты регулируются программно, подсветка в стоке отсутствует. Основание площадки выполнено по технологии CoreTouch, которая подразумевает прямой контакт с процессором и способствует улучшенному рассеиванию и отводу тепла. За счет небольших габаритов кулер не упирается в крышку корпуса и не мешает радиаторам оперативной памяти. Небольшая стоимость в районе 2000 рублей полностью оправдывается характеристиками. ОЗУ беру с небольшим запасом – две планки на 16 гигабайт. Такой набор закроет потребность беспокоиться об оперативной памяти лет на 5 минимум. Останавливаю выбор на двухранговой оперативке от HyperX. В исходном состоянии при старте Windows память работает на частоте 2400 МГц, но с подключением XMP переходит на 3200. За счет возможности разгона до 3600 МГц можно получить прирост производительности в играх в районе 7-10%. Правда, это больше актуально для процессоров AMD. В качестве твердотельного накопителя обращусь к топовому сегменту, который представлен дисками от Samsung. SSD из серии 970 EVO на 1 терабайт придется как нельзя кстати в наше время, когда игры могут весить до 200 гигов. Высокие скорости чтения и записи позволят заметно сократить ожидания надоедливых загрузочных экранов и поднимут производительность. Запас мощности и прочности очень большой, производитель обещает время наработки до полутора миллионов часов или ресурс записи на 600 терабайт. Гарантийный срок увеличился с 3 до 5 лет по сравнению с предыдущим поколением. Ну а цены на SSD накопители постоянно падают и смысла в покупке жестких дисков становится все меньше. Сердцем сборки конечно же будет видеокарта от Nvidia GeForce RTX 3060. Пока жиотаж от майнинга немного спал, карточка наконец-то стала появляться на полках магазинов. До рекомендованной цены еще далеко, но стоимость потихоньку падает. Вот только прогноз по криптовалюте в последние дни вновь стал положительным. Есть риск, что дефицит видеокарт может снова усилиться, а цены опять поползут вверх. Так что сейчас самое время собрать себе игровую машину на RTX 3060. Несмотря на то, что это не топовое решение из последней линейки Nvidia, карточка легко потянет все современные тайтлы на ультрах. При этом запас производительности дает задел еще на несколько лет вперед. Статистика Steam доказывает, что видеокарты GeForce сохраняют свою актуальность минимум 3-4 года. Ну а игровые тесты я вам скоро продемонстрирую. Питать систему будет блок на 650 ватт от Cooler Master MWE 650 White. Тесты показывают, что мощности хватит даже с запасом. Кроме того, данный блок очень тихий и можно организовать нормальный кабель менеджмент. Есть такая умная плюшка, как интеллектуальный режим работы вентилятора. Учитывая невысокую стоимость, конкурентов у этого блока практически нет. Паковать все свое добро я буду в корпус Zalman i3 Black. Его можно снабдить шестью вентиляторами, при этом четыре уже идут в комплекте. Компоновка элементов максимально удобная, симпатичный дизайн радует глаз. Боковая крышка, конечно же, прозрачная, сделана из акрила. Провода можно спрятать с глаз долой, благо корпус это позволяет. Цена предельно демократичная для такого качества. Обсуждать периферию это, конечно, хорошо, но а что там по тестам? Сейчас вы все увидите, не спешите. В таблице показаны средние значения FPS на максимальных настройках графики, измеренные в разрешении 1920 на 1080 и 2560 на 1440. Ожидаемо проблем ни с одной игрой не возникло, в разрешении Full HD обе сборки показали от 60 FPS и выше. Ryzen больше всего отстал от конкурентов в Киберпанке, но здесь может сказываться не лучшая оптимизация от разработчиков. Intel уступил лишь в Warzone на 2К разрешении, показав на 6 FPS меньше. Получилась довольно равная битва, решение на AMD незначительно уступает практически во всех играх, но разница менее чем в 10 FPS не будет слишком ощутима. Сборки для меня выходят оптимальными, в особенности вариант на интеловском камне, который еще и стоит на пару тысяч дешевле Ryzen. В защиту AMD скажу, что если помимо игр нужна будет быстрая работа в современных монтажных программах и 3D моделировании, то это решение будет предпочтительнее. Если вам понравилась сборка, обязательно ставьте палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь и кликайте на колокольчик, ваша активность очень помогает каналу девайс в развитии. Я заготовил для вас еще очень много интересных материалов, от новых сборок ПК до обзоров свежих новинок из компьютерного мира. Ссылки на периферию, которую я сегодня использовал, будут собраны в описании под видео. Оставайтесь с нами, до скорой встречи!